Проверенные техники работы с возражениями. Я видела очень многих людей, которые не достигли успеха в бизнесе, потому что, мягко говоря, боялись возражения или были не готовы к тому, что люди их будут возражать. Очень многие люди ожидают, что все их друзья, знакомые, близкие, люди в интернете, неважно, кто-то считает, что нужно работать только через интернет, для кого-то интернет – это темный лес, он говорит, у меня есть миллион знакомых, я сейчас всем знакомым расскажу, они все как включатся, у каждого тоже по двое знакомых, и, в общем, я уже через неделю миллионер, потому что у меня столько знакомых. Но оказывается, что не все люди готовы сейчас воспринимать информацию, кому-то не вовремя, у кого-то что-то по здоровью, у кого-то какие-то задачи на работе, не все так жаждут нового источника дохода в данный момент. Вот то, что вы сейчас находитесь в данном бизнесе, говорит о том, что вам надо, но далеко не всем вот так вот горит, как горит именно вам. И, соответственно, это нужно понимать, и когда мы общаемся с людьми, нужно понимать, что у каждого свое восприятие, и возражение – это всего лишь один из этапов на пути к завершению сделки. Бояться возражений точно не нужно. Как минимум, мой любимый вопрос относительно и возражений, и первых контактов, и вообще всего в жизни, когда вы чувствуете, что у вас наступает страх, формула, которая помогает вам с этим страхом справиться, не победить его, а справиться, задайте себе вопрос, что самое страшное может случиться. Вот чувствуете, что вы боитесь, что вам человек как-то не так ответит, или вы опубликуете видео, или пост, или еще что-то, и вы чувствуете, что у вас возникает страх. Задайте себе вопрос, что самое страшное может случиться. И когда вы дадите себе честный ответ на этот вопрос, вы увидите, что вам на самом деле станет легче. Я не буду сейчас говорить, что вы будете чувствовать, вы просто пронаблюдайте. И искренне мне будет интересно узнать, как вы после того, как будете задавать себе этот вопрос, как вы будете себя чувствовать дальше. Поэтому можно на следующей нашей встрече поделитесь, как вы будете работать дальше и чувствовать себя после того, как начнете задавать этот вопрос. Я лично этот вопрос всегда задаю себе, когда это чувствую, и мне это помогает на 99% избавиться и пойти дальше, достигать свои цели во всех направлениях. Уверенность. Важно, с каким отношением вы вообще подходите к развитию своего бизнеса. Для того, чтобы у вас всегда была уверенность на миллион долларов в том предложении, которое вы имеете, которое вы передаете другим людям через звонки, через смс-ки. Я имею в виду смс-ки не через просто смс-ки, а через какие-то социальные сети, когда вы делаете первый контакт для того, чтобы пригласить человека на встречу. Через ваши сторис, через ваши короткие видео, через YouTube. Вот вам нужно, чтобы в момент, когда вы создаете что-то, генерите, излучаете из себя, нужно, чтобы у вас была уверенность на миллион долларов. И вот как вот эту уверенность постоянно в себе укреплять? Первое. Это собирайте истории. Истории других людей. Люди не любят, чтобы, ну вот по себе посмотрите, вы любите, когда вам просто рассказывают рекламное объявление. Вот вы смотрите, листаете ленту и видите рекламу. Когда я вижу в социальной сети рекламу, у меня автоматически срабатывает рефлекс ее пролистнуть. Но когда я вижу, например, вижу рекламу кроссовок, и это просто реклама кроссовок, я понимаю, что рекламодатель заплатил, создал рекламу, заплатил рекламщику, чтобы меня как-то отфильтровали. То есть у меня вот эта вот настройка, она меня как бы отталкивает. Люди не любят, когда им продают. Но люди любят покупать. И чаще всего люди покупают через истории. Вот вам нужно стать собирателем историй. Как кто-то начал бизнес, как кто-то был обычным человеком и начал получать результаты в бизнесе. Как кто-то, вообще не понимая ничего в криптовалюте, начал получать в этом направлении результаты. Кто-то заработал первые сотни долларов, кто-то тысячи, кто-то десятки тысяч долларов. И кто-то миллионы долларов. И чем больше у вас будет на украинском скорбничке, в сундучке в каком-то, чем больше у вас будет собранных вот этих историй, тем больше у вас будет уверенности, и тем чаще вы сможете рассказывать людям именно истории. Вы будете их транслировать везде, на видео, на ваших постах, на приличных разговорах всегда. Чем больше у вас историй, тем выше ваш результат в бизнесе. Кто сейчас вот это поймал, напишите буковку И. И мы с вами поймем, что мы с вами записали к себе в голову, что нам, как только мы слышим где-то историю, сразу эту историю, и лучше бы не запоминать, а ее куда-то записывать. Заведите себе заметки электронные, какой-нибудь документ. Сейчас в телефонах у нас есть заметки. Продают истории. Я вообще не люблю никаких манипуляций, чтобы продать кому угодно, что угодно, и то, что ему вообще не нужно. Но через истории мы можем легче достучаться до человека, не продать ему то, что ему не нужно, а рассказать ему именно ту историю, которая поможет. Вот он оденет ваше предложение на себя. Если у вас будет женщина, вы будете проводить переговоры с женщиной, которая, допустим, ей 50 лет. Она не особо хорошо ориентируется с гаджетами. Она, тем более, не особо профессионал в криптовалюте. И она сомневается, получится у нее этот бизнес или не получится. Как вы думаете, что лучше, какой пример ей лучше покажет, получится у нее или не получится? Если мы ей скажем, просто зайди в свой персональный кабинет, изучи там всю информацию, вот тебе инструкция, возьми, сделай все это по инструкции. То есть мы четко возьмем, вот так вот ей скажем, и она пойдет это все изучать. Или вы ей расскажете. Слушай, Василиса, у нас в команде тоже есть женщина, которой тоже, как и тебе, около 50 лет. Она тоже не разбирается в технологиях. Сейчас, когда она рассказывает о нашем бизнес-предложении, она делает это настолько просто и понятно, так как она сама в этом разобралась. И сейчас, на сегодняшний момент, у нее с каждым днем формируется солидный капитал, хотя она обычный пользователь смартфона. И при этом она еще и зарабатывает сотни долларов. И как вы думаете, Василисе, что будет ближе? Как она сможет надеть этот бизнес на себя? Через историю про конкретного человека, у которого уже это получилось, или через, вот, пойди, изучи, вот инструкция. И человек такой, ну, кто-то пойдет изучать, а кто-то еще больше для себя увидит сложность. Поэтому истории помогают человеку приблизиться и понять, что есть еще кто-то такой же, и поэтому у меня тоже может получиться. Окей, и есть золотые пять правил, которые тоже выработаны не лично мной, они выработаны, но я их серьезно, когда хочу усилить результаты в бизнесе, я всегда обращаю внимание, какое из пяти правил я давненько не выполняла. Ну, не то, что совсем забросила, но вот где-то, скорее всего, одно из этих правил я перестала выполнять. Первое. Каждый день нужно пользоваться продуктом. Ну, это мы с вами, я думаю, все выполняем, потому что наш продукт нам ежедневно генерит доход. Соответственно, каждый день мы заходим и понимаем, что наш продукт работает. Второе. Второе правило – это каждый день заниматься саморазвитием. Как минимум 30 минут в день уделять на саморазвитие. Лучше, чтобы это были по старинке книги, но можно смотреть и видео. Это по бизнесу в целом, по бизнесу, по сетевому бизнесу и в целом по развитию личности. Вот 30 минут в день уделять на саморазвитие. Следующее правило – это общение с вашим наставником, с вашим спонсором, с которым вы можете договориться о такой обратной связи, о том, чтобы, допустим, делать что-то какой-то со звон там утром, либо вечером, либо днем для подведения итогов, просто узнать, а правильно я делаю или неправильно, как у тебя дела, что ты делаешь. И это вам позволяет быть максимально в тонусе. То есть вы видите, что ваш наставник работает, что вы не один, тут что-то у вас не получается. И чем чаще вы будете общаться со своим наставником, тем лучше, тем больше у вас будет всегда уверенность. Так, следующее правило. Каждый день нужно общаться с людьми. И если у тебя всегда будет уверенность в твоем бизнесе, когда ты будешь, знаете, когда пропадает уверенность, что твой бизнес никому не нужен, потому что ты перестал давать людям информацию о своем бизнесе. Чем, знаете, бывает, одному человеку в неделю рассказал, и думаешь, какой-то бизнес не такой, он не работает, и он там типа никому не нужен. Но если в день от тебя будет узнавать 10, 15, 20, 25 человек о твоем бизнесе, у тебя всегда будет все больше и больше уверенность. Знаете почему? Потому что все больше людей будут тебе говорить «да». У меня было недавно такое наблюдение, я смотрю, у меня сплошной позитив. То есть мне люди пишут, да, мне интересно, да, там, хочу узнать подробнее, я посмотрел видео, мне интересно, и все такое. Я смотрю, один сплошной позитив. Думаю, а как такое может быть? А потом смотрю, у меня за тот день исходящих контактов, то есть тем людям, которым я сама вышла на контакт, что-то написала, предложила, он мне ответил, было порядка 40 человек. По-моему, так вот на скидку я посмотрела. И мне ответило около 10 человек. И, соответственно, остальные, они либо не ответили, нет, вообще никто ничего плохого не говорил, вот чисто ответили только те, которые было интересно. Соответственно, уверенность поднимается. Если ты общаешься с одним или ноль человек, там, один человек в три дня, то уверенность падает, и, соответственно, с этим уже состоянием ты общаешься с новыми людьми. Так, это у нас было четвертое правило. И пятое – это посещать мероприятия. Каждый день проходят онлайн-мероприятия. Выберите себе мероприятие под свою загрузку каждый день, проникаться все больше и больше информацией, и все больше и больше погружаться, так сказать, в кухню компании. Это мероприятие, даже если вы уже много раз ходили на онлайн-презентации, продолжайте ходить. Каждый раз все равно вы будете слышать, воспринимать информацию по-новому. Она будет все лучше укладываться у вас в голове, и вы все больше и больше профессиональней и качественней сможете передавать эту информацию другим людям. Возможно, у кого-то дневное время получается, у кого-то вечернее, не получается вообще никакое, значит, смотрите в записи, но всегда желательно, чтобы вы были вот прям в прямом эфире, чтобы вы могли задавать вопросы, чтобы вы могли получать обратную связь, и таким образом вы будете всегда повышать свой уровень уверенности, компетентности и эту же информацию использовать в своих переговорах. И, конечно же, это касается оффлайн-мероприятий. Если в пределах, я не знаю, 100-200 километров от вашего дома проходит оффлайн-мероприятие, сделайте все, чтобы вы на этом мероприятии были. И, конечно же, масштабные мероприятия, которые организует компания, на эти мероприятия нужно все сделать, где бы оно ни происходило, на другой точке планеты, но на этом мероприятии нужно быть. Потому что, когда вы помашете ручкой из этого мероприятия тем людям, которые вам сказали, что то, чем вы занимаетесь, это, мягко говоря, что-то не то, вы посмотрите потом на выражение их лиц и в ваше внутреннее состояние, вы проникнетесь еще больше информацией, вы привезете оттуда информацию, вы запишете массу полезных роликов, интервью и так дальше. И это все поможет вам в завершении сделок. Не то, что там просто прорабатывать какие-то возражения, а в целом увеличить конверсию в вашем бизнесе. То есть, ваша уверенность играет ключевую роль в том, как вы работаете с приглашениями, с возражениями, с завершениями сделками. На каждом этапе пять правил и истории реальных людей. Слышите историю, быстро записывайте. Идем дальше. Пять ступеней завершения сделки. Это то, что я вам говорю, что возражение – это всего лишь следующая ступенька на пути к завершению сделки. Начинаем мы с чего? С выявления потребностей. Когда мы общаемся со своими знакомыми людьми, обычно эта потребность выявляется, так сказать, сама по себе. То есть, наши друзья нам доверяют, мы просто по-человечески общались раньше или общаемся сейчас. И человек бывает жалуется на то, что у него мало времени, чтобы проводить с семьей. Он там хотел бы больше путешествовать, больше зарабатывать, пройти там медицинское обследование, еще что-то. То есть, ну, всегда у человека есть какая-то потребность, какая-то проблема и задача, которую он хочет решить. Вот с друзьями это делать, ну, выявить намного проще, потому что они сами с нами этим делятся. С людьми, которых мы не знаем, эта потребность либо выявляется, когда человек вам сам в личку написал, либо вы ему написали, и так как вы каким-то фильтром отфильтровали этого человека, почему вы именно ему написали, например, нашли его в какой-то целевой группе, и вы ему тогда задаете вопрос. Не так, что, ну, как-то обобщенно, да, а можно прям целевой вопрос, интересно ли тебе то-то и то-то. Ну, понятно, что в таком случае попасть сложнее, чем со своими друзьями, но тоже можно. То есть, можно изучить страницу, можно еще там по каким-то ключевым словам найти. Мы первое выявляем потребность, и когда мы как бы предложили человеку то, что ему нужно, после этого на следующий этап мы переходим на презентацию, там, где человек получает решение своей проблемы, своей потребности. И после этого, внимание, идут возражения. Это нормально. Это говорит о том, что человек, он не прослушал как-то краем уха, а это говорит о том, что человек заинтересован, он проявляет свой интерес. И нам нужно понять, что на самом деле человеку интересно. Возражение, вот в правой части слайда написано, возражение – это скрытый вопрос. И нам нужно понять, то есть человек что-то говорит, мы выявляем, какой вопрос на самом деле его интересует. Ну, например, он говорит, ну, это, ну, например, это лохотрон, да, я думаю, это такое частое, особенно у новичков. Это какой-то лохотрон, это какой-то развод там или еще что-то. И мы выявляем, что на самом деле интересует человека. Вот как вы думаете, что на самом деле, вот он это говорит? А как вы думаете, что он на самом деле хочет узнать? Напишите вот в чате, давайте мы с вами поразмышляем, что на самом деле хочет узнать человек, когда он говорит такое вот, ну, как бы заявление, что ли. Как вы думаете, что он на самом деле хочет узнать? Еще какие есть варианты? Ну вот один из вариантов, да, надежно ли это бизнес-предложение. И мы можем у него узнать, как вариант, то есть ты слышишь, что на самом деле человеку интересно узнать, насколько это предложение надежно, насколько он может этому предложению доверять, насколько, какие риски, например, да, и вы человеку отвечаете на вопрос, который вы услышали, при этом хорошо бы уточнить, то есть вы говорите, он, допустим, говорит, это там, ну, лохотрон, да, а вы ему в ответ говорите, я правильно понимаю, что ты на самом деле хочешь узнать, насколько это надежно, и человек, соответственно, отвечает, да или нет. Сейчас я вам покажу еще дальше техники, которые мы используем при работе с возражениями, но сейчас вот это, чтобы вы понимали, что любое возражение – это скрытый вопрос. Но большинство людей, особенно из холодного рынка, они не задают вопросы. Они относятся с осторожностью к новой информации и сразу предпочитают вот так вот себе позволить, особенно через текст. Если вы будете проводить встречи, вы увидите, что таких заявлений будет на 90% меньше, может, и больше. Я проверяла много раз, что почему и правильнее выводить человека на встречу, потому что туда придут те люди, которые хотят действительно разобраться, и когда они приходят на такие встречи, у меня был как-то парень, с которым мы переписывались, и он мне писал приблизительно такие слова, а потом, когда мы вышли на встречу, он ничего подобного вообще и близко не сказал, и при этом он потом стал моим партнером. То есть человек – это такая, знаете, как защитная реакция, но на самом деле он хочет разобраться и узнать, насколько это легально, насколько это надежно, насколько этому предложению можно доверять. Услышали возражения, постарались услышать, какой вопрос, переспросили у него, правильно ли вы поняли его вопрос, и отвечаем на этот вопрос. То есть ему предоставляем консультацию, либо, если чувствуете, что себя чувствуете не особо уверенно, то предлагайте ему получить консультацию от человека, который в этом вопросе намного компетентнее, чем вы, и предлагайте ему прийти на консультацию вместе с вашим наставником. Если человек говорит, я не хочу уйти на консультацию ни на какую, вы его спросите, ты действительно хочешь разобраться, и если он действительно хочет разобраться, то он придет на эту консультацию. Если он не хочет разобраться, то не надо никого переубеждать, не надо никого, он хочет узнать, если он хочет разобраться, значит, он придет. Если он не хочет разобраться, значит, это конь, который сейчас не хочет пить. Все, у нас есть золотое правило – да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Он хочет узнать, сколько я уже вложил, сколько получил конкретно, а не там говорить, типа говорить другие, сколько угодно. Смотрите, здесь для человека на самом деле, ну вот на самом деле, как вы думаете, вот вам интересно, когда вы общаетесь с другим человеком, вам интересно, сколько он заработал или сколько вы заработаете? Ну вот на самом деле, по-честному, человеку интересно, сколько заработает он, а то, что он там, сколько ты конкретно заработает, вы у него спросите, тебе интересно, сколько я или тебе больше интересно, сколько ты здесь можешь заработать? Ну это такое. Так, и консультация, и следовательно дальше мы переходим к следующий этап, это завершение сделки. То есть возражение – это всего лишь этап на пути к завершению сделки. Мы его раскрыли, вопрос услышали, ответили на вопрос и перешли дальше. Так, вот, следующее. То, что я вам сейчас уже сказала, ты действительно хочешь разобраться? И если он говорит «да», значит, мы его приглашаем узнать информацию там, где он может разобраться подробнее в этой информации. Это онлайн наши трансляции, либо это персональная консультация с вами, либо с вашим наставником. Лучше делать вместе с наставником, так человек получит действительно более такую обширную, качественную, профессиональную консультацию. И второй вариант. Есть люди, которые очень уверены в своей правоте, но им, допустим, там чего-то не хватает. То есть я лично сама, когда принимала решение о партнерстве, мы задавали миллион вопросов по нескольку раз в день. И это понятно, что человек хочет разобраться. Когда мне человек задает вопросы, я понимаю, что человек хочет разобраться. Но есть люди, которые дают какие-то утверждения. Вот у вас нет того, вот нет того и нет того, и еще чего-то. И вы у такого человека, можно спросить, если ты получишь подтверждение обратному, ты подключишься, а вот, знаете, они еще, как говорят, может, вы тоже такое сталкивались, пришли мне вот это, вот это, вот это и вот это. И, соответственно, вам нужно потратить огромное количество времени для того, чтобы вот это, вот это, вот это и вот это где-то взять и ему прислать. Поэтому хорошо бы у него уточнить, если я тебе вот это, вот это, вот это все пришлю, ты подключишься, и тут мы выявляем человека, который либо действительно готов подключаться, либо человека, который не подключится ни при каких обстоятельствах. Обычно люди, которые вот такая вот, вот это, вот это, вот это, они не подключаются ни при каких обстоятельствах. И для вас это будет просто сигнал, готовы ли вы и дальше тратить время на этого человека, или вы сейчас пойдете, найдете того, кто действительно хочет, ищет и готов воспринимать информацию, и он за день-два изучил информацию, включился, и вы начали развивать бизнес вместе. Поэтому одни нужно смотреть, этот человек ищет повод, чтобы разобраться, или повод для того, чтобы не подключиться. Вот если видите, что он ищет повод, чтобы не подключиться, не надо никого переубеждать, ищите людей с желанием, а не с сопротивлением. Следующее, то, что помогает использовать возражения в свою, так сказать, пользу. То, что помогает, ну вот возражения, это, я уже сказала, это ничего страшного, это всего лишь один из этапов на пути к завершению сделки. И когда человек возражает, я лично, во-первых, я сразу любое возражение конвертирую в вопрос у себя, в голове, и я не начинаю никакую войну, не надо с человеком воевать. Соответственно, если вы слышите в каждом возражении, либо в вопросе то, что человек хочет таким образом разобраться, поблагодарите его за это. Потому что каждый вопрос и каждое возражение помогают вам стать еще более профессиональней и еще больше проникнуться в тему, найти еще больше ответов на вопросы. Согласны? Согласны, что чем больше вопросов, тем круче вы начинаете понимать, тем круче вы в своем бизнесе. Вот кто с этим согласен? Чем больше вопросов и возражений, тем круче вы. Потому что вы в это время изучаете еще больше тонкостей своего бизнеса. Кто с этим согласен? Отлично. Все. У нас, то есть, это нам помогает, когда человек мне возражает или пишет вопрос, я его всегда за это благодарю и говорю, спрашивайте еще побольше. Ну, если человек адекватный действительно хочет разобраться, у него много вопросов больше там, ну, таких вот прям закобыристых не будет. Поэтому благодарите человека, говорите, спасибо, что ты задал этот вопрос. Отлично, что ты именно это меня спросил. Вот давай разберемся вместе, спрашивай меня еще. И мне это тоже тема интересна. Вот, поэтому одобряйте, чтобы человек тоже у вас не было такой вот враждебной, враждебной такой вот отношения друг с другом. Внимательно слушайте возражения до конца, потому что часто бывает, когда человек начинает говорить, о, ну, там, у меня нет денег или там еще что-то. И если вы не дослушали его до конца, а вот он только одну фразу сказал, а вы начали ему отвечать, убедитесь в том, что он действительно договорил. Потому что очень часто мы думаем, что человек имеет в виду одно, а он на самом деле говорит совсем другое. И еще бывает, что человек начинает говорить, там, ну, это, там, дорого, у меня нет денег, там, например. Но потом в конце он сам решает этот вопрос. То есть он, когда договаривает до конца, он говорит, что, ну, у меня есть то-то, 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 или вот тогда-то, тогда-то. И, в общем, он сам решает. То есть с возражением иногда даже работать не надо. Человек сам с ним срабатывает, просто его нужно дослушать до конца. Не решать проблемы за людей, а давать им видение. То есть иногда люди вот привыкли, чтобы за них кто-то что-то решал. Они привыкли ходить на работу, чтобы за них там кто-то решил, сказал им, что конкретно сделать, где им нужно конкретно взять денег, где им еще что-то нужно взять. Как ему, такому несчастному, три раза в день заходить в смартфон? Это очень тяжело, потому что он на огороде не всегда вспоминает. Ой, и вы включаетесь, начинаете ему говорить, ну, вы поставьте напоминание или еще что-то. То на самом деле человеку нужно показывать видение. Вспоминаем выявленную потребность и показываем, как он при помощи вашего предложения может реализовать свою потребность, реализовать свою цель. То есть не надо решать точечно проблему, прям подсказывать ему, как ее нужно решить. Показывайте видение. Когда у человека есть видение, он всегда найдет, было бы желание. То есть через видение у человека возникает больше желания для решения своей проблемы, и он, соответственно, ее решает. Ну, например, если человек хочет в туалет, и он вам говорит, я хочу в туалет, и вы промолчите, как вы думаете, он сам решит свою проблему? Я думаю, решит. То есть когда у человека есть настоящее желание, он найдет, как решить этот вопрос. И если вдруг у вас появляется такое возражение, которое вы сами начинаете сомневаться, то ни в коем случае не оставайтесь таким вот ощущением, что вдруг правда что-то тут не так. Обязательно найдите подтверждение обратного. Обратному через онлайн-мероприятие. Это 5 правил. Через онлайн-мероприятие, через общение со спонсором, через пользование продуктом и видение, как продукт обновляется, как продукт совершенствуется, как растет курс токена, через истории других людей. То есть если чувствуете, что у вас второй день внутри сидит какая-то такая вот вонючечка, то срочно начинайте над этим работать. Ищите подтверждение, что это легально, что это надежно, что это действительно так, что это действительно работает, что это так. Ну, в общем, подтверждение обратно. Пока у вас будет внутри у самого неуверенность, бизнес дальше не пойдет. И вот они, методы работы с возражениями, которые являются универсальными, которые работают, которые помогают быстро расщелкивать вот так вот любые возражения и быстро конвертировать, переходить быстро на следующий этап. То есть раскрыл, ответил, пошел дальше. Раскрыл, ответил, пошел дальше. Либо вместе с человеком, либо вы поняли, что он вам не подходит. Первое. Это величайшее слово «почему». Почему вы так решили? То есть вот человек говорит вам что-то, а вы ему «почему вы так решили?» И послушайте, что он говорит. Можно вот это «почему» прям несколько раз повторять. И человеку, допустим, он там говорит, этот бизнес не для меня. Почему вы так решили? Ну, потому что мне соседка сказала, вот она там когда-то там 10 лет назад занималась какими-то баночками, каталогами, и там вот люди потеряли деньги. Почему вы решили, что эта история имеет отношение к этому? То есть через «почему» очень много, знаете, можно вот как капусту вот эти листья снимать и задавать, задавать, задавать вот это «почему», пока человек сам не поймет, что на самом деле то, что он говорит, это не имеет никакого подтверждения. Либо если находите вместе подтверждение, то находите потом вместе и ответ. Следующее. Я вас понимаю, чувствовал то же самое и обнаружил. На самом деле, если вы обратите внимание на возражения других людей, вы найдете такие же возражения, которые, скорее всего, были у вас. Вот у кого такое было? Вот вам человек говорит, а вы вспоминаете. Возможно, по отношению к этому бизнесу, возможно, раньше по отношению. Но у вас были похожие какие-то убеждения ввиду каких-то историй, или вы сами куда-то попадали. Было у вас такое, что возражение другого человека либо сейчас сидит у вас внутри, либо вы знаете, что у вас это было раньше. Вот чаще всего это так. Поэтому я люблю… Ну, у меня всегда так. Может быть, потому что у меня, во-первых, возражения очень… Их всего на самом деле не так много. Если вы начнете записывать те возражения, которые вам задают люди, то вы увидите, что их не так много, там 5, максимум 10 возражений. Остальные – это такие их производные. Ну, наверное, 5 вообще самых ключевых, 5-10. И когда человек что-то возражает, я на 99,9% случаев обычно понимаю, что я точно так же когда-то думала. И я говорю человеку, не сразу начиная ему отвечать, и чтобы было вот это вот в штыки, как будто он на одной стороне, а я на другой, и мы с ним такие воюем. Я ему одно, а у меня второе. А я ему говорю, я тебя понимаю. Я тоже чувствовала то, что чувствуешь ты. И когда я разобралась, я обнаружила и рассказываю, что я обнаружила. Тоже универсальная формула. Вы становитесь человеком не против друг друга, а вот становитесь на одну. Вы такой же человек, ему это нужно показать. Не вот эта вот позиция, я тут сверху, а ты тут никто. Или наоборот, бывает, они такие приходят, говорят, ну что там, расскажи мне. То есть надо максимально выравниваем позицию, показываем, что вы такой же человек, вы тоже были в такой же ситуации, и потом разобрались и обнаружили, и рассказываете, что вы там обнаружили, что это бизнес такой-то, что здесь какие-то возможности, такие-то, включайте туда истории, что здесь люди уже получают такие результаты, полгода назад кто включился, уже есть такие результаты, и таким образом срабатываете с возражениями. Бывает, что человек говорит то, что действительно так. Ну, например, он говорит, это бизнес слишком новый, или он там слишком рискованный, или это тема криптовалют, она новая, сейчас неизвестно, как в мире там будет вообще дальше происходить все с криптовалютой, и по факту он прав. Но при этом каждый решает, как с этой ситуацией поступить. То есть либо ждать, пока компании будет там уже 5-10 лет, и потом ты такой уже посмотришь, что уже 5-10 лет прошло, уже нормально, уже токен там по тысяче, в принципе, можно заходить. Или ты смотришь, или ты понимаешь, что да, сейчас компания новая, да, сейчас тема рисковая, да, сейчас ниша криптовалют не до конца как бы где-то признана в мире, и вы ему это говорите, да, и показываете видение. То есть вы ему опять же показываете, да, и сейчас здесь такие-то возможности, здесь можно использовать эту возможность, там сейчас быть в самом начале этого бизнеса, сейчас можно получить токен еще по его низкому курсу, сейчас, и говорите там несколько преимуществ в плюс. То есть не всегда мы должны искать подтверждение обратному. Да, бывает, правду говорит человек, это так. Да, и когда мы соглашаемся с людьми, это вообще мы сразу друзьями с ними становимся, и показываем возможности, которые мы здесь увидели. И четвертая техника – это уточнение. Не нужно самому ничего додумывать. Чем больше вы будете интересоваться человеком и уточнять, ну, представьте, человек вам что-то возражает, а вы ему начинаете отвечать вообще на что-то другое. Я иногда встречаюсь с людьми, раньше встречалась, сейчас уже давненько не встречала таких, но вот ты ему одно спрашиваешь, там, расскажите мне о том-то, а он тебе начинает рассказывать вообще всю презентацию, все, что у него там по скрипту записано. И вот люди же это чувствуют, вы же не любите, когда с вами так общаются. Поэтому лучше у человека уточнить, когда он говорит, это что, нужно деньги вкладывать? И вы у него спрашиваете, что вы имеете в виду? Или у меня нету больших вложений, там, он говорит, я не готов сейчас что-то вкладывать. Что вы имеете в виду? И он вам перефразирует то, что он на самом деле имел в виду, потому что на самом деле у всех людей есть деньги, они все знают, где их взять. Если у них заболел зуб, если у них, не дай бог, что-то случилось, все люди знают, как решить те ситуации, о которых они вам говорят. Поэтому, что вы имеете в виду, позволяет еще больше сблизиться с человеком, услышать, на какой именно вопрос вам нужно отвечать. И возражение, это даже успех работы с возражением зависит не от того, что сказал человека, даже не от конкретно вашего ответа, а от того, как вы реагируете на этот ответ. Это, конечно, лучше видно при живых встречах, либо оффлайн, либо когда вы делаете видео со звон. Поэтому, если человек вам возражает, и вы воспринимаете это возражение с удовольствием, с радостью, с благодарностью, так у вас дальше и пойдет продвижение по последующим этапам завершения сделки. Если вы сразу так напрягаетесь, сразу не знаете, как ответить, и что-то такое, то дальше, не важно, что вы будете говорить, человек уже считает вашу вот эту неуверенность. Поэтому чувствуем себя уверенным, чувствуем себя на позитиве, уверены в себе, уверены в своем бизнесе и воспринимаем все возражения с удовольствием. А там, чем больше у вас будет встреч, чем больше у вас будет возражений, чем больше будут ваши результаты, тем с меньшим количеством возражений вы будете сталкиваться. И помните золотую формулу миллиона долларов. Да? Нет. Следующий. Спросили у человека. Надо? Пойдем вместе. Не надо. Всего доброго. До свидания. И ищите людей с желанием, а не с сопротивлением. Любите возражения, встречайте их с удовольствием. И люди будут считывать ваши отношения, вы будете все более профессиональными. И, соответственно, самое сложное, это в начале. Вот везде. В учебе, в работе, в бизнесе. Самое сложное, это в начале, пока ты вникаешь в тему. Чем дальше, тем лучше, тем легче, тем прибыльнее. Поэтому все, что нужно сделать, это максимум топлива использовать в самом начале. Вот когда вы в начале, общаетесь с большим количеством людей, настраивайте трафик, делайте больше видео, делайте больше личных контактов, звонков, смс, различные способы, которые мы на втором обучении смотрели. и делайте максимально большее количество контактов. Дальше, в общем, вы будете знать, как работать с этими возражениями, потому что их будет уже дальше все меньше. На этом я передала ту информацию, которую хотела с вами поделиться. Благодарю вас за внимание. И если у вас сейчас остались какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вопросов нет, то тогда увидимся через неделю и поговорим о теме завершения сделок и о запуске нового партнера.